Мур, как говорят, ты дал слово, а слово надо держать. Тем, кто не держит, прямая дорога в ад. С вами Зверько, и раз я обещал вам рассказать о пришествии демона, я держу обещание. Итак, эта броня стоимостью 2170 золота, дает 920 хп, 54 брони и 30 хп регена. Проблему вызывает перевод, при том, что я поначалу сам переводил неправильно с английского. Итак, когда атакует вражеский герой, этот навык уменьшает его силу на 6%. Эффект длится 2 секунды, стакается до 3 раз. Не хочу рассусоливать, как обычно, поэтому коротко. Я проверил, работает ли эта пассивка с навыков, атакуя лолиту циклопом, используя только навыки. Нет действия. И не важно, атакуете ли вы в щит, или атакуете ли вы лолиту в хп. Пассивка предмета не срабатывает от урона навыками. Это заметно, поскольку не снижается физическая и магическая атака. После, я начал атаковать циклопом с руки. Пока щит не снялся, я не получал дебафа. Но как только урон начал проходить по хп лолиты, начал снижаться и урон, и уменьшаться показатели физической и магической силы. По сути, пассивка брони снижает силы атакующего на 18% при 3 стаках, если тот наносит урон автоатакой. Чем это полезно? Допустим, вы танк на передовой. Вас атакуют и навыками, и с руки. Но навыки наносят урон по площади, который достает и союзников. Благодаря этому навыку, вы снизите проходящий по вам и союзникам урон на 18%. И не важно, магия это или физическое воздействие. Пока вас противник атакует с руки, он слабеет в обоих направлениях. Таким образом, вы уменьшаете урон по себе и по союзникам. Что ж, на этом все. Подписывайтесь, пишите, какой предмет вам непонятен. Ставьте лапки и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!